ДОТА ГЕЙМИНГ Продота Гейминг собрала новый состав по ДОТА 2. К организации присоединились четверо игроков NoLogic Gaming. На позиции капитана остался Юлий Гартер Рамадани. Под его руководством будут играть Грег Кейзер Калеонитис, Нета Декуншапира, Милан Милан Казамара и Алексей Джейфор Липай. Гартер присоединился к Продота Гейминг в марте 2016 года. Прошлый состав Продота Гейминг собрался в начале года перед отборочными матчами на The Kiev Major 2017. Команде не удалось пробиться на ландфинал, поэтому руководство клуба провело кадровые перестановки. Ростер Продота Гейминг покинули Микки, Чеширский Кот, Come With Me и Инсения. Вместо них к коллективу присоединились четыре игрока, ранее выступавшие за NoLogic Gaming. В старом составе NLG остался лишь Тасос, Фокус, Михаэлидис. Дебют состава состоится сегодня, в 18 часов к московскому времени. Первый матч Продота Гейминг проведет против коллектива Penta Sports. North, G2 Sports, Natus Vincere и SK Gaming заняли первые строчки в группе по итогам второго игрового дня для SLA League Star Series Season 3. Половина матчей второго игрового дня была сыграна на Cobblestone, но самую упорную борьбу показали Австралис и North на Inferno. Датское дерби завершилось со счетом 16-19. Ну а SK Gaming разгромила Virtus.pro G2A на Мираже со счетом 16-2. Сегодняшние матчи начались в 11 часов по московскому времени. Первыми сыграют в Тайлу и MVP Project, а также Immortals и UYA из нижней части сетки. Завершится игровой день матчем Fnatic против Астралис, который пройдет в 21.30 по московскому времени. Турнир проходит в Киеве с 4 по 9 апреля. 16 команд поборются за призовой фонд 300 тысяч долларов. В последнем обновлении перед началом года Мамонтов в Hearthstone добавили нового героя Майев Песень теней и функции для закрытого бета-тестирования таверн Fireside Gatherings. Разработчики также исправили неполадки интерфейса и графики. Майев станет новым героем класса Разбойник и присоединится к уже существующей в игре Валерия. Чтобы добавить ее в коллекцию, игроку нужно будет одержать 10 побед в обычных или рейтинговых матчах в стандартном формате после выхода дополнения. Напомню, что во время специального стрима представители компании сообщили, что выход дополнения «Экспедиция Вунгора» запланировано на 6-7 апреля. Полиция Южной Кореи арестовала 17-летнего корейского школьника и его 24-летнего сообщника за разработку и продажу читерских программ для Overwatch. Нарушителей поместили под стражу. Меру пресечения им назначит суд. По сообщениям корейского портала daum.net, подозреваемые заработали на продаже запрещенных программ около 140 тысяч долларов. За каждый проданный чит они выручали от 70 до 100 долларов. По корейским законам им грозят штрафы и тюремные сроки. По данным полиции, младший подозреваемый вдохновился международной хакерской группировкой «Анонимус». Он даже бросил школу, чтобы заняться разработкой читерских программ. Blizzard борется с читерами с конца прошлого года. В начале апреля 2017-го она отсудила у Bosland, производителя читерских программ, 8,5 миллиона долларов. В январе разработчик Overwatch забанил 22 тысячи аккаунтов Кореи за использование читов и добился, чтобы игроки могли запускать игру в интернет-кафе только со своих аккаунтов. И в продолжение темы тюремной. В Омской исправительной колонии ФКУ и К-6 УФСИН России провели турнир по ФИФА среди заключенных. По словам начальника психологической лаборатории колонии, компьютерные игры помогают осужденным отвлечься и, как следствие, снимают стресс. Как сообщил портал softsport.ru, администрация исправительного учреждения еще в начале года установила две приставки в комнате отдыха. Там заключенные могли поиграть в виртуальный футбол, хоккей и гонки. Судя по отчетам Омской пенитенциарной службы, новое развлечение понравилось даже тем заключенным, которые ранее не держали в руках джойстик. В турнире участвовали 50 осужденных, отборочные игры проходили в течение двух недель, а в финальный этап вышли три игрока. Какими были призы для победителей, неизвестно. Возможно, это был чефир или сухари. В любом случае, интересная практика. Хотя, если вы хоть раз слышали голосовую часть в доте, думаю, у вас складывалось впечатление, что некоторые действительно играют именно из таких мест. И на этом у меня все. Пока!